Делом Александра Лавриновича активно интересуются представители международных миссий в Киеве. По словам адвоката экс-министра юстиции и его сына Максима Лавриновича, за последние несколько дней его приглашали послы ряда стран. Поскольку дело бывшего главы Минюста своего рода тест для правоохранительной системы Украины. А уже вскоре пройдет заседание апелляционного суда о правомочности ареста Александра Лавриновича. С адвокатом мы сейчас и обсудим все обстоятельства этого дела. Максим, здравствуйте. Добрый вечер. Буквально через несколько дней состоится заседание апелляционного суда. Какие доводы вы намерены представить на слушаниях? Решение Конституционного суда является лучшим и первым доводом. Я уже неодноразово говорил про то, что прокуратура говорит, что Лавринович Александр насильницким способом захопил государственную владу в Украине. Захопил владу в Украине. В какой способ говорит прокуратура? Шляхом друку, тексту, решения Конституционного суда Украины и шляхом его выполнение. Неймоверно. По вашему мнению, почему обвинения в адрес Александра Лавриновича появились именно сейчас, а не ранее? У нас есть несколько. Теории, конечно, мы не можем знать сейчас всей этой правды. Но видно, что начался новый политический сезон. Можливо, нужно было что-то сделать гучное, чтобы показать людям. Можливо, это тайный план подготовки к восстановлению действий Конституции 1996 года. Адже вот это решение Конституционного суда, оно на сегодня чинное. Вы представляете, все абсурдные ситуации. На сегодня это решение чинное. А Украина живет за Конституцией 2004 года, которую восстановила свою постановку Верховная Рада Украины. Постановка. Не законом, не внесла изменения к Конституции належным чином. Постановку, которая имеет силу только для депутатов или при решении кадровых вопросов. Через несколько дней будет заседание апелляционного суда. Если же суд примет решение не в пользу вашего отца. Ваши дальнейшие действия куда будете обращаться? Тут разницы нет. Через то, что каким бы ни было решение апелляционного суда, мы имеем надеяние, что оно будет правовым, законным. Оскільки я лично верю, что схилить до беззаконного коллеги у судов всегда тяжело, чем одну несчастную судью Батрен в Печерском суде. Поэтому я верю в законное решение. Тем не менее, права Лавреновича Олександра уже порушены. Поэтому, независимо от решения, будет неодминная скарга до Европейского суду с правой людины. И, конечно, так или иначе, криминальная справа от этого не исчезнет. Она все равно есть. Она все равно порушена. И все равно нужно реагировать. Поэтому международные инстанции, Европейский суд с правой людины, все абсолютно остается на порядке данного. Спасибо вам за ответы, Максим. У нас был в гостях защитник экс-министра юстиции Максим Лавренович.